МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире 12-го канала Час новостей. В студии Юлия Комарова. И вот о чём мы сегодня расскажем. Устроил спектакль и даже упал в обморок. Очень много, очень много вы лишили меня жизни. Суд поставил точку в деле скандально известного спортсмена, какое наказание получил истязатель маленьких детей. Четыре победы всего за два дня. Умская область выиграла ещё один грант, на что потратят внушительную сумму. Роковое стечение обстоятельств. Поскольку недавно прошёл тушь, то крыша была скользкая. Стали известны новые подробности падения юноши с крыши пятиэтажки в нефтяниках. Речное золото. Незамедлительно включается специальный звуковой сигнал, и мы направляемся к месту происшествия. В профессиональный праздник расскажем, как несут службу речные полицейские и как им удаётся выявлять браконьеров. И букет за 5 миллионов рублей. В этом году композиции на флоре будет ещё больше. Ещё один проект Омской области получит грант в 80 миллионов рублей. Министерство просвещения подвело итоги конкурсного отбора среди регионов на модернизацию детских лагерей. И как сегодня сообщил в Рио губернатор Виталий Хаценко, Омская область попала в число победителей. На выделенные средства построят три модельных, легко возводимых корпуса на 50 мест каждый. Появятся они в лагере Орлёнок Калачинского района. По распоряжению главы региона работы должны быть проведены максимально оперативно. Часть из них завершат уже к 1 декабря этого года, чтобы дети могли заехать на зимнюю смену. К другим темам. Павел Живодёр отправится в колонию строгого режима, но срок оказался не тот, что просила прокуратура. Сегодня суд поставил точку в деле скандально известного спортсмена. Он признан виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса за зверское избиение младенца и надругательство над четырёхлетней пачерицей. Финальный процесс не обошёлся без очередного спектакля от обвиняемого. Как Живодёр, известный своими скандальными выходками в суде, отреагировал на приговор, репортаж Дениса Жаркова. Я виноват перед Богом, а не перед людьми. Свои зверские преступления Павел Живодёр совершил почти два года назад. Когда сожительница уехала в другой город, он избил её девятимесячного сына, да так, что младенец оказался в реанимации. А ещё надругался над четырёхлетней пачерицей. Вину в совершении преступления признал частично. Судей Живодёр рассказывал, что был для детей примерным и заботливым отчимом. Однако факты насилия над детьми, установленные следствием, красноречивее слезливых историй о покупке лучших игрушек и мечте приобщить детей к карате. Суд вынес приговор. 14 лет лишения свободы. Меньше, чем запрашивала прокуратура. Государственное обвинение предлагало суду назначить наказание в виде 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев с обыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Решение о необходимости оспаривания приговора будет принято в установленный законным срок. А вот Павел Живодёр уже определился. Из своей клетки прокричал, что суд неправильный и он будет оспаривать приговор. Подсудимый известен своими эксцентричными выходками и высказываниями, к которым уже все привыкли. Поэтому никого не удивило, что мужчина во время оглашения приговора с грохотом упал в обморок. Все решили, что это очередной спектакль. Сидеть живодёр будет в исправительной колонии строгого режима. Срок, проведённый в СИЗО, ему, конечно же, зачтётся. Сам мужчина заявил, что предпочёл бы лишению свободы участия в специальной военной операции. Денис Жарков, Виктор Осинцев, 12 канал. Больше 10 тысяч гектаров посевов в Омской области погибли. Ещё около 250 пострадали из-за нехватки влаги. Об этом заявили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Причиной всему стали жаркая погода и засуха. С начала лета неоднократно фиксировались рекордно высокие температуры. Почти плюс 39 градусов при полном отсутствии осадков. И, как отметили в ведомстве, пришедшие в регион дожди не улучшат ситуацию, так как колос уже сформировался. Погибшие 10 тысяч гектаров были засеяны однолетними культурами. Также в Минсельхозе добавили, что омские аграрии застраховали в этом году более 700 тысяч гектаров посевов. С крышу омской пятиэтажки сорвался 17-летний подросток. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело. ЧП произошло в нефтяниках. Известно, что на доме по проспекту Мира сейчас проводится капитальный ремонт кровли. Но, как выяснилось, юноша не был задействован в работах. По предварительным данным, он принес обед своему родственнику-строителю. Предположительно, из-за того, что крыша была мокрой после дождя, молодой человек подскользнулся и упал вниз. На повестке самые острые вопросы, которые касаются каждого жителя региона. В Омске кандидаты-губернаторы встречаются со своими доверенными лицами. Обсуждаются все сферы. Это и ЖКХ, и дороги, и благоустройство, и сфера здравоохранения, и последние разработки омских ученых. Как наказы помогут будущему главе региона в работе, репортаж нашего корреспондента. Встреча с доверенными лицами должна быть доверительная, поэтому никакой сцены. Виталий Хаценко берет микрофон в руки и выходит в зал. Свой рассказ начинает с воспоминаний о детстве. Я вообще ребенок севера, на Ямале вырос. Единственное, родился, так вот в паспорте зафиксировано, что в Днепропетровске отец из Днепропетровска, мать из Грозного, русская. В 80-х переехали на севера. Романтики, как называют, 70-х, 80-х. Познакомились, рожать поехали к отцу на родину, потому что родильных домов толком еще не было на северах. На северах города молодые. Среди доверенных лиц Виталия Хаценко – лидеры общественного мнения, врачи, деятели культуры, спортсмены, представители каждого муниципального района. Их волнуют, как будут решаться вопросы благоустройства, газа и водоснабжения, трудоустройства. Это не секрет, что из вас инженерных инфраструктур сегодня в этих предприятиях больше 80%. Также с доверенными лицами встретился и кандидат в губернаторы от партии ЛДПР Максим Макаленко. Денис Разумов, директор IT-компании, презентует ему последнюю разработку – операционную систему, которая создана в нашем городе. Сегодня мы приняли решение отказаться от американского программного продукта и перевести штаб Омского регионального отделения, все компьютеры приемных, на Омскую операционную систему. Будем поддерживать нашего производителя. А это большой шаг в сфере компьютерной безопасности страны. И именно омские ученые способны вывести регион на новый уровень в стране. Мы надеемся, что Омск станет IT-столицей не только Сибири, но и Российской Федерации. Мы будем двигаться совместно с ним и совместно с другими омскими компаниями на то, чтобы осуществить цели по импортозамещению. Также в списке кандидатов на пост губернатора еще пять человек. Владимир Казанин от «Коммунистов России» и Андрей Алехин от КПРФ. Представители всех политических партий уже передали в обл. избирком подписи в свою поддержку и прошли положенную проверку. Напомню, им необходимо было собрать от 210 до 220 подписей депутатов местных советов и глав муниципальных образований. Ну а трем самовыдвиженцам, это Юрий Александров, Дмитрий Гуц, Сергей Скрипаль, нужно дополнительно заручиться поддержкой 7 тысяч избирателей. И пока необходимые документы в избирательную комиссию они не отправили. Но время еще есть. Сделать это можно до 26 июля. Сами выборы главы региона пройдут 9 и 10 сентября. Константин Лондон, Юлия Комарова, Юрий Репин и Павел Манжос. 12 канал. Крупный пожар на Левобережье тушили этой ночью почти два часа. Возгорание произошло на седьмом этаже в доме на улице Комково. К моменту прибытия первых расчетов МЧС из окон квартиры шел густой дым. Четыре десятка жильцов подъезда выбежали на улицу, ну а еще несколько человек эвакуировали спасатели. И судя по кадрам с места происшествия, одному мужчине понадобилась помощь. По предварительной информации, он отравился продуктами горения. Полностью потушить огонь удалось только в районе часа ночи. И причины пожара сейчас выясняют. Жители двух городских округов временно останутся без холодного водоснабжения. Это связано с ремонтными работами. По данным ресурсоснабжающей организации, сегодня под отключение попадают несколько адресов в Октябрьском округе. Это улицы Кирова, 2-я военная, Харьковская и Железнодорожная. Номера домов вы сейчас выйдете на своих экранах. Машина с питьевой водой установлена по адресам улица Харьковская, 11, а также по улице Кирова, около дома номер 5 и до момента окончания работ. Ну а жителям советского округа также рекомендуют запастись водой. По улице Малиновского в районе дома номер 17 завтра, 26 июля, сотрудники Омского водоканала проведут врезку нового трубопровода. В связи с этим холодного водоснабжения не будет также с 10 утра и до 8 вечера. Адреса у вас на экранах. И вот какие материалы готовят мои коллеги к итоговому выпуску «Часа новостей». Смотрите в 19.30. Омские разработки на полях индийского побережья. Пшеница, соя, горох и даже клубника. Сибирские семена, прошедшие закалку в условиях сурового климата, сегодня как никогда нужны за границей. Даже там, где погода менее капризна и почти весь год светит солнце. Климатические зоны варьируются в Индии так же, как и в России. У нас есть умеренный климат, тропический и засушливые регионы. А чтобы возделывать поля, нужна техника. В первые дни Агроомска уже по традиции сотни переговоров и десятки соглашений. В нашем городе эксперты и сельхозпроизводители из разных уголков мира. Насколько наша техника и другие разработки востребованы за рубежом, и чем в этом году Агроомск удивляет гостей, в итоговом выпуске в 19.30 расскажет Любовь Федорова. Другим темам едва не осталось без крыши над головой. В Омске риэлтор спасла пенсионерку от афериста. Из-за мошенника 83-летняя жительница советского округа чуть не лишилась квартиры. В агентство он позвонил неизвестный, попросил помочь продать квартиру его бабушке на улице 22 апреля. Специалист встретилась с хозяйкой и удивилась. Пенсионерка явно нервничала и умоляла продать жилье как можно скорее. Риэлтор пошла на встречу, но попросила внука Амички присутствовать на подписании договора. Однако мужчина начал всячески избегать личной встречи. Тогда специалист заподозрила, дело нечисто. Я сообщила неизвестному, главное условие сделки, что обязательно он, внук, родной человек должен присутствовать на сделке. Через некоторое время мне поступает от него звонок о том, что у него срочная командировка и на сделке он присутствовать не может. Бабушка пусть продает квартиру, все замечательно. И я буквально после сделки, через некоторое время, приеду и бабушку заберу. А когда риэлтор попросила документы, подтверждающие родство с пожилой Амичкой, липовый внук и вовсе перестал выходить на связь. Тогда к делу подключились силовики. Полицейские установили, мошенник позвонил старушке и выдал себя за ее внука. Лыжеродственник заявил пенсионерке, что с ее квартирой якобы хотят провернуть аферу мошенники. И убедил бабушку сработать на опережение, самой продать квартиру, а деньги перевезти ему. Но из-за бдительного риэлтора сделка сорвалась, и сейчас афериста ищут силовики. На омской флоре появится еще несколько дополнительных композиций почти за 5 миллионов рублей. Так, на площадке выставочного сквера из цветов воссоздадут шлейф любви, лучи знаний, круги времени и прекрасное в вечном. К работам подрядчик приступит 3 августа. Напомню, как сообщалось ранее, к флоре высадят более 380 тысяч цветов. Ну а сама выставка откроется 4 августа в 16 часов. Традиционно она будет проходить в выставочном и воскресенском скверах. Уровень воды в РТШ бьет многолетние антирекорды и может дойти до критических значений. По данным обертышского гидрометцентра, это угрожает судоходству и коммунальной сфере. Река может опуститься ниже водозаборов. Одна из причин обмеления, по мнению специалистов, аномальная жара в июне и июле, а также большое потребление питьевой воды. Снижение показателей следует ожидать и к концу июля на юге области в районе Черлака до 210 сантиметров над уровнем гидропоста. При том, что средним для этого времени года является уровень в 277 сантиметров. По данным метеослужб, абсолютный минимум наблюдался 15 лет назад. Из стихии вода и правопорядок. Сегодня сотрудники речной полиции отмечают профессиональный праздник 105 лет образования службы. Ежедневно и даже ночью они следят за порядком и безопасностью в акватории РТШ. Задач у правоохранителей немало. Нередко приходится выслеживать браконьеров и ловить нарушителей скоростного режима. На дежурстве с сотрудниками речной полиции побывала Анна Лукьянец. Это кадры оперативной работы сотрудников речной полиции. Браконьеры орудовали вблизи деревни Покрово-Иртышское. В сетях обнаружили несколько экземпляров краснокнижной стерляди. И, к сожалению, такие случаи не редкость. Борьба с браконьерами актуальна в любое время года. Ну а самая жаркая пора – зима, шутят речные полицейские. Патрулируют водоемы уже не на катерах, а на машинах и снегоходах. Люди даже зимой выезжают на зимовальные ямы, они роют лунки, они вылавливают там таким же запрещенным способом. В полномочия правоохранителей также входят наблюдения за безопасностью отдыхающих на водоемах. Выполняют они и функции сотрудников ДПС на реке. Проверяют лодки и суда выявляют нарушителей правил. Виктор Шмидт каждый участок реки знает, как свои пять пальцев. Вода – его стихия. Правда, признается, в детстве мечтал стать шофером автобуса, но стал командиром катера. В профессии уже 16 лет и до сих пор в этом деле находит свою романтику. В моей работе мне нравятся мои катера. Я нахожусь там, где я должен находиться. Это мое место. Мощность мотора катера – 300 лошадиных сил. Больше, чем у некоторых внедорожников. А максимальная скорость до 80 км в час помогает настичь нарушителей. Речных полицейских отличает бдительность и внимание к деталям. Если вдруг мы увидим правонарушение, то незамедлительно включается специальный звуковой сигнал, и мы направляемся к месту происшествия. Нелегальных рыбаков сегодня нам обнаружить не удалось. Ведь чаще всего браконьеры орудуют по ночам, чтобы не быть замеченными. И хоть поймать злоумышленников с поличным далеко не просто, Виктор Шмидт уже видит их издалека. Мы увидели лодку, в которой находилось двое граждан, ранее нам неизвестных. Погружали сплавную домную сеть в воду. Мы сделали видеозапись, после чего данных граждан задержали. Патрульный катер оборудован системой управления, наблюдения и связи. Внутри установлены холод, внешне напоминающий мини-телевизор. Незаменимый прибор для патрулирования, который может увидеть даже установленные сети. У нас на экране получается рельеф дна, показан глубина, где мы сейчас проходим. То есть 4,5 метра на данном участке местности. Стражи правопорядка проводят рейды по реке ежедневно. И даже сегодня, несмотря на профессиональный праздник, речные полицейские служат в обычном режиме. Весь день они проведут в акватории РТШ и будут обеспечивать безопасность. Анна Лухенец, Юрий Репин, 12 канал. Ищут пару на православном сайте знакомств. Но, как оказалось, далеко не все верующие. Своё исследование провёл один из омских новостных порталов. Сайты знакомств уже достаточно давно вошли в нашу жизнь. Цель у них одна, но способы и аудитория разные. Наши коллеги поинтересовались у мужчин из Омска, почему они выбрали именно православный ресурс для поиска избранницы. Оказалось, что далеко не все из них сами верующие, но при этом желают, чтобы вторая половинка была религиозной. Хотя и признают, что это не залог крепких отношений. Есть и те, кто считают, что на православном сайте знакомств меньше фейков и обмана. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также и вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или же позвонить в редакцию по телефону 695 641. Оставайтесь с нами. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. На этом у меня все новости и итоги дня. Как всегда подведем в 19.30. До встречи.